Азиатская кухня давно нашла ценителей в России. В нашем городе немало кафе и ресторанов, предлагающих блюда, основной ингредиент которых – красная рыба. Ее стоимость в последнее время крайне нестабильна, рассказывает управляющий Игорь Калачев. Однако пересчитывать цены в меню здесь не спешат. Увеличилась на 20% стоимость закупа лосося. Мы для себя не считаем это значительным увеличением. Мы оставляем те же цены, которые у нас были. Тем самым мы сохраняем наших гостей, клиентов. Убытков это не несет, потому что есть еще другие какие-то определенные продукты. А вот для покупателей в магазинах и на рынках все происходящее куда заметнее. Розничные цены как на мороженую, так и на охлажденную семгу и форель резко пошли вверх. Если стоила раньше она там, например, стейк 500 с чем-то рублей, теперь 700 с лишним рублей стоит. Намного дороже. Цена подросла. На мороженом мы покупали килограмм 550 было, а сейчас вот 620. Рыба попала в перечень продуктов, ввоз которых в нашу страну и за рубежа теперь ограничен. Напомню, это ответная мера России на санкции Евросоюза и США. Между тем, по данным Минсельхоза, импорт рыбы из запрещенных стран составлял более 13%. А это почти 460 тысяч тонн внутреннего потребления в год. Раньше значительную часть красной рыбы привозили из Норвегии. Сейчас зарубежными поставщиками стали Чили и Фарерские острова. Эти страны из-за роста спроса со стороны российских импортеров подняли цены на 60%. Самое время обратить взор на отечественного производителя. Но на выходе российская рыба стоит не меньше. К тому же, качество не то. Была Норвегия охлажденка, теперь Мурманск охлажденка. Примерно 100 рублей разница. В Норвегии очень хорошо брали, потому что там действительно было качество. Мурманск берет похуже. Стали меньше закупать, конечно. И у нас продажи упали, и сами мы закуп свой уменьшили. Где-то примерно раза в два, наверное. Качество напрямую зависит от уровня рыбоводства. В России с этим дела обстоят, мягко говоря, не блестяще. Отмечает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. В интервью газете «Аргументы недели». Еще в конце прошлого века тогда еще премьер Владимир Путин подписал одно из постановлений о развитии аквакультуры в стране. В ответ чиновники обещали к 2004 году выдавать на гараж 600 тысяч тонн аквакультурной рыбы. Но как производили ничтожные 150 тысяч тонн, так и продолжаем держаться на этом уровне. Так что можно сколько угодно говорить о круглосуточном мониторинге цен, грозить расправой поставщикам и продавцам со стороны ФАС и других правоохранителей. Но когда в стране не созданы реальные условия для влияния на ценообразование, все это бесполезно. И дешевой красной рыбки, ну или хотя бы продукции по прежней стоимости мы не увидим еще очень долго. Александра Михеева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.